С увеличением нормативов потребления ресурсов смело можно заявить, что вода из наших кранов бежит золотая. Потреблять ее без учета теперь невыгодно. Но если с квартирой, где проживает одна семья, расчет оплаты заводу понятен, сколько потребил, за столько заплатил, то с коммунальной квартирой все гораздо сложнее. Прибор учета в квартире один, а собственников или нанимателей несколько. И как узнать, кто сколько должен платить заводу, задача непростая. Юрист Станислав Шестаков наглядно показывает, как можно рассчитать расход воды в коммунальной квартире на индивидуальное потребление. Квартирный прибор учета воды показал нам 5 кубов. На индивидуальное потребление мы рассчитываем, исходя из количества проживающих. Каким образом? Мы берем количество человек, проживающих в нашей комнате, в искомой, ну, допустим, у нас проживает 2 человека, семья из 2 человек. И делим количество проживающих в нашей комнате на количество проживающих во всей квартире. У нас 2 человека, всего в квартире, давайте договоримся, проживает 10 вместе с нами. Общее количество проживающих в квартире. Это в нашей комнате, это во всей трехкомнатной квартире вместе с нами. Делим 2 на 10, получаем 1 пятую. И эту 1 пятую умножаем на объем, показанный нам квартирным прибором учета. Соответственно, 5 на 1 пятую, 1 куб приходится на нас. Хорошо, если все жители коммунальной квартиры будут придерживаться этой формулы. Однако, очень часто к единому мнению жители коммуналки не приходят. Все заканчивается ссорами, скандалами и претензиями. Вы моетесь больше, чем я, вы стираете каждый день, а я раз в неделю, я в командировках и вообще не пользуюсь водой. В службе посредничества в жилищной сфере, что базируется в ТОСе Владимирске, предлагают в такой ситуации провести скрупулезный расчет. Один раз просчитать расход воды для каждой конкретной квартиры. Например, прикрепить в ванной лист и каждый раз снимать показания со счетчиков. Например, сняли показания, постирали белье в машине или помыли детей и снова сняли показания. И так в течение месяца. В итоге будет виден средний расход воды каждого жителя. Если взаимные упрыки не прекращаются, медиаторы готовы прийти на помощь и попытаться примирить стороны. В первую очередь позвонить по телефону, договориться о встрече и подойти сюда к нам. И дальше уже будем рассматривать, как решать дальнейшую эту проблему. Посреднические службы в жилищной сфере работают бесплатно. Медиаторы готовы даже выйти по конкретному адресу и разрешить конфликтную ситуацию на месте. В нашем городе две площадки, куда можно обратиться за помощью медиаторов. Одна в Свердловском районе, другая в Арджаникидзовском.